Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! В эфире телеканала Союз, программа «Беседы с Батюшкой» в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель строящегося храма в честь святых жен мироносец Марина, Иерей Михаил Сергеев. Здравствуйте, Батюшка! Благословите наших телезрителей. Христос воскресе! Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. И в течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-4952. Тема нашей сегодняшней программы «Женщина в церкви и ее роль». Итак, Батюшка, вы строите храм в честь святых жен мироносец. Буквально от ближайшего воскресенья у вас будет престольный праздник. Но хотелось бы сначала спросить о строительстве. Скажите, как идет строительство храма? Решение о том, что в Дюссельдорском парке района Марина будет построен храм, было принято уже достаточно давно. В феврале 2012 года проходили общественные слушания, на которых жители района высказались за строительство храма. Затем были сложные периоды, когда мы поставили поклонный крест. И не все жители с энтузиазмом восприняли, прежде всего, жители, которые считали себя не христианами. Прежде всего, были те, кто выступал против вообще строительства в парке, хотя всего 5% площади занимает наш участок. Но потом, когда уже строительство началось, строительство временного храма, которое проходило в прошлом году, весь 2014 год, начиная с марта, мы строили деревянный временный храм. И, вы знаете, здесь я почувствовал изменения, изменения отношений. По крайней мере, уже не было тех, кто выступал против, наоборот, приходили и предлагали свою помощь. Кто-то мог купить какие-то доски, говорит, давайте мы вам поможем. Кто-то захотел поучаствовать в приобретении кровли храма, кто-то пожертвовал на купол средства, кто-то просто приходил и сам что-то красил, помогал рабочим. Поэтому, в принципе, конечно, было очень радостно видеть то, что местные жители участвовали. То есть, по большому счету, всем миром. Да, 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 можем так сказать, потому что, действительно, вот именно всем миром не было, как это принято сейчас называть, крупных меценатов. Люди приносили те средства, которые они могли пожертвовать. И тот, у кого не было возможности помочь, просто приходили, помогали сами. А были такие случаи, что явные противники потом приходили в храм с покаянием и были, скажем так, уже ревностными строителями? Ну, вот таких случаев я не припомню. Был один случай, когда человек сначала с таким недоверием и как-то, может быть, даже с отрицательным желанием, с какими-то отрицательными эмоциями высказывался, говоря о том, что вот столько и так много храмов, зачем вам это нужно? Ну, когда он пришел, уже после того, как мы храм осветили, и люди стали заполнять его, он пришел и сказал, что да, наверное, я был неправ, потому что он востребован. То есть, часто можно услышать, что строительство храмов на самом деле никому не нужно, и в Москве и так достаточно храмов, и это получается уже не так. Храмы действительно не нужны, и есть в них потребность. Ну, вот я могу сказать, что на пасхальной службе у нас было более ста причастников, а в храм, храм вмещает всего где-то 120-140 человек. То есть, практически каждый человек. Да, и двери храма мы смогли закрыть именно на пасхальной службе только где-то в середине, потому что люди просто стояли на улице, на площадке, на ступенях храма, просто желая вот так вот услышать и увидеть пасхальное богослужение. То есть, по сути, местные жители ходят, и храм пользуется спросом, и в то же время участвуют в строительстве, в созидании. Да, вы знаете, мы построили храм именно двухэтажный, выбрали проект. Почему? Потому что парковая зона, и хотелось бы сразу открыть воскресную школу. И таким образом у нас сам храм расположен на втором этаже, а на первом этаже расположены два класса воскресной школы. Но оказалось, что они заполнились буквально в течение двух недель. И сейчас у нас уже встает вопрос о том, а куда же сажать детей, потому что желающих попасть в воскресную школу все больше и больше. Уже сейчас у нас около 50 человек детей записано в воскресную школу. Но это еще не все знают, видимо, потому что храм только открылся в январе. И у нас сейчас действительно серьезный вопрос встает о том, где мы будем размещать снова учебного года детей. Поэтому я думаю, что все желающие могут прийти и увидеть, что храм востребован. Батюшка, у нас есть перья за ног. Дивеева на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Христос Воскресе. Во истинно Воскресе. Батюшка, у меня такой вопрос. Это Владимир Звонец, Нижний Аград, Азамаст, Дивеев. Я хотел вам задать вопрос. Вот, как полагается, только в монастырях женщины могут по левой стороне, а мужчины по правой. И в церкви тоже. Вы знаете, это благочестивая традиция, когда в храме действительно мужчины становятся по правую сторону, а женщины по левую. Но мы знаем, что эта традиция сейчас не везде соблюдается. Хотя, в принципе, наверное, было бы хорошо, если бы она соблюдалась в большинстве храмов. Потому что вот такая дисциплина, она помогает действительно сосредоточиться на молитве. Нередко можно слышать на исповеди покаяние, особенно молодых людей или девушек, в том, что вот полслужбы они просмотрели там на того, кто им понравился. И никак не могли отогнать мысль, чтобы хотя бы до конца службы дотерпеть и не посмотреть еще раз. Поэтому, наверное, я думаю, что вот чтобы все-таки мы в храме действительно молились, а не рассматривали друг друга, наверное, это было бы более правильно. Но, опять же, есть такая традиция в храме, когда сначала либо к чаше, либо к кресту приступают младенцы, потом мужчины, потом женщины. Вот если бы это, опять же, было бы разделение на мужскую и женскую сторону, тогда, наверное, вот эта проблема просто сама бы с собой решилась. Да, действительно, и это тоже такой момент не просто дисциплинарный, а больше воспитательный, потому что дети уже, которые подрастают, не младенцы, а тем, кому уже, может быть, 5, 7, 10 лет, они действительно наблюдают, что сначала совсем маленьких подносят к чаше, затем идут их папы, их дедушки, то есть главы семейств, и этим также воспитывается уважение к старшим. И, конечно бы, если бы это на приходе такая традиция, такая практика была заведена не обязательно в монастыре, но и на любом приходе, наверное, это было бы правильно и хорошо. Батюшка, у нас есть снова звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Это Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос. Где-то у Амброси Оптинского был такой совет. Научиться молчанию, благоразумному и благовременному молчанию, после которого не будет раскаяния. Вот что это такое, как это понимать и как этому научиться. Особенно для женщин, наверное, это важно. Хотя и для всех. Спасибо всего доброго. Спасибо. Вы знаете, действительно, наверное, этот совет, он для всех актуален, для всех христиан, и не только для женщин, но и для мужчин. Почему? Потому что часто бывает так, что человек начинает жалеть о том, что он что-то говорит, может быть, под воздействием каких-то эмоций, особенно разрушительных эмоций, гнева, злобы, мести, и потом он уже жалеет об этом. Поэтому вот этот совет как раз преподобного Амброси Оптинского и позволяет человеку сначала утихомирить эмоции, какие-то страсти порой, которые, бывает, бушуют в нас. И когда они уже стихнут, тогда уже можем что-то сказать. И поэтому и раскаяния, конечно, уже не будет в том, что мы, может быть, где-то что-то не вытерпели или разгневались. Поэтому я думаю, что это не только для женщин, это для всех. Для всех. Баечка, в ближайшее воскресенье ваш приход будет отмечать престольный праздник. Почему именно Жанам Мироносицам был посвящен ваш храм? Это очень интересная история, которая берет начало непосредственно как раз вот с того дня, когда проходили общественные слушания по поводу вопроса о размещении храма на территории Дюссельдорского парка. И когда я встретил епископа воскресеньского Савву, который был на этих слушаниях, он спросил у меня, в честь кого планируется здесь построить храм, если будет положительное решение. Я сказал, владыка, как вы благословите. И тогда владыка сказала, давай мы спросим у народа. А так как много было достаточно молодых девушек, которые пришли на это собрание, и не только молодых девушек, и женщин. И когда спросили у них, они почему-то все сразу, конечно же, говорили о Жанах Мироносицах. Ну, может быть, это отчасти связано с тем, что они сами носили эти имена Мария, Иоанна. Может быть, это связано с тем, что в Москве пока не было ни одного храма, посвященного святым Жанам Мироносицам. А город у нас уже достаточно большой. И вот так родилось название этого храма, которое затем святейший патриарх утвердил. И малое освящение, которое совершил владыка Савва, епископ Восвесенский, управляющий нашим юго-восточным викориатством. Вот храм был освящен в честь этих святых женщин, жен Мироносиц. Батюшка, а кто такие были жены Мироносиц и почему церковь их так высоко чтит? Практически на каждом всеночном бдении в субботу, накануне воскресного дня, мы с вами слышим воскресное Евангелие. Евангелие, которое повествует о событиях, связанных с воскресением Христовым. И вот есть восемь таких отрывков, и в большинстве из них упоминаются эти жены Мироносицы, эти женщины, которые вместе с апостолами следовали за Христом. И, можем так сказать, часто выполняли вот ту работу, которая обычно ложится на плечи женщин. Это приготовить, поесть, убрать, приготовить место для сна. И часто ведь человек не замечает это, но на самом деле это очень большое значение играет, когда в семье есть порядок, когда приготовлена вовремя еда, приготовлена с любовью, когда дети ухожены, когда они выполнили домашнее задание. Часто мужья приходят домой достаточно поздно, и действительно это все ложится на плечи женщин. И так и жены Мироносицы. Они в те далекие годы также старались послужить Христу тем, чем они могли. Угу. Батюшка, а на вашем приходе кто женщины? Просто часто вот сравнивают в церковной практике женщин, прихожанок с женами Мироносицами. Так вот, ваши жены Мироносицы, это кто? Что за женщины? Вы знаете, наверное, на каждом приходе есть такие жены Мироносицы, которые стараются вложить в себя свою любовь к храму, к тому, чтобы храм был украшен, чтобы были свежие цветы, и чтобы иконочки были все чистые, протертые, чтобы подсвечники блестели, чтобы на полу тоже было всегда чисто. Ведь много людей приходит в храм. И, конечно же, у нас на приходе есть такие жены Мироносицы, которые уже не только являются прихожанами, но и вот такими вот добровольными помощниками. И действительно Господь так устраивает, что вот в каждой области, именно приходской жизни, вот у нас есть такие замечательные женщины. Кто-то украшает храм цветами, и уже не нужно упоминать, они сами закупают заранее цветы для украшения храма. Кто-то готовит пищу для тех, кто трудится в храме, готовит праздничные трапезы в дни торжественные, кто-то просто убирается рядом на территории. И действительно очень приятно видеть, когда вот без напоминания эти женщины, в основном это женщины как раз, они вот так с любовью трудятся, желая, чтобы храм действительно был украшен. Вот все же в церкви главенствующая роль принадлежит мужчине, но вот опять же из ваших слов можно понять то, что и женщина, она на приходе тоже востребована, и при желании работа ей тоже найдется, опять же, во славу Божию. Трудно сказать, что главенствующая роль принадлежит мужчине, но если мы имеем в виду, конечно, настоятеля храма, ну да, коим является священник, то это, конечно, так. Но ведь в основном-то всю работу как раз и совершают женщины. Ну, если мы возьмем, конечно, мужской монастырь, то там, наверное, все-таки больше родится монахов, насильников монастыря. А на обычных приходах, городских, а уж тем более и сельских, конечно же, все это ложится на плечи женщины. Поэтому и вот день памяти святых жен Мироносец является таким, можем сказать, православным женским днем, потому что эти женщины являются примером, образцом для наших современных православных христианок. Ну вот ваш приход уже необычный, как мы выяснили, это единственный храм в Москве, который носит как раз вот имя святых жен Мироносец. А на ваших жен Мироносец, прихожанок, какие-то особые, особая ответственность накладывается в связи с тем, что они вот трудятся в таком храме? Вы знаете, трудно сказать об особой какой-то ответственности, но мне кажется, что вот те женщины, которые трудятся у нас, они, наверное, они чувствуют эту ответственность, потому что очень приятно видеть вот такую заботу о храме, которую они совершают, и, наверное, они внутри чувствуют какую-то, может быть, даже гордость за то, что они вот на приходе в честь святых покровительниц, современных женщин, христианок, они трудятся. Поэтому, ну, это такая гордость, знаете, не греховная. Не гордыня, а гордость. Да, не гордыня, а гордость, то, что у них есть возможность потрудиться и помочь украсить храм, привести его в порядок. Это, мне кажется, для каждого человека, для каждого христианина является таким, такой радостью. Батюшка, он не следит, но у вас за ног, Белгородская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Христос воскресе. Воистину воскресе. Воистину воскресе. У меня, я хотел спросить, у апостола Павла, почти во всех посланиях очень жесткие ограничения на женщин. А вообще ученику Тимофею, он вообще советует, отвращаясь от бабы и басен. Вы не объясните, почему у него такое отношение. Он-то сам, я понимаю, был как бы монах, он неженатый был. В чем причина? Спасибо. Вы знаете, дело в том, что у любого человека есть слабости, и у женщин часто тоже есть определенные слабости. Кто-то любит много поговорить, кто-то иногда за этими разговорами что-то прибавляет, кто-то осуждает кого-то. Я думаю, что как раз об этом шла речь, чтобы в церкви именно как вообще, в причине верующих людей не было вот того, что часто мы можем видеть в обычной, в обыденной жизни, в мирской жизни. Если женщина пытается привнести в церковь вот такие свои слабости, то я думаю, как раз об этом и идет речь. Также мы можем читать такое повеление «Женщина в церкви да молчит». Молчит именно вот в смысле распространения каких-то слухов, каких-то, может быть, сплетен, или когда женщина пытается учительствовать, то есть навязывать свое мнение, причем которое, может быть, совсем даже и не соответствует опыту или традиции церковной. Вот в этом случае, конечно, очень аккуратно можно привести слова апостола Павла, такой женщине, чтобы она успокоилась, чтобы она увидела, что, наверное, есть определенные пределы. А во всем остальном, конечно, я думаю, участие женщин, безусловно, очень важно. Тем более же мы знаем, есть женские монастыри, где вообще практически все, кроме богослужения, непосредственно совершения богослужения, лежит на плечах матушек, монахинь, которые трудятся, которые имеют благословение и помогать в алтаре в определенные моменты. Поэтому, но, конечно же, там есть воспитание. Есть воспитание, когда монахиня, она молча, спокойно выполняет то послушание, которое на нее возложено. Ни в коей мере в храме, конечно, нет никаких ни разговоров, ни уж тем более там басней, вот как говорит об этом апостол Павел. Поэтому я думаю, что это просто такое предостережение. Батюшка, а в малой церкви, то бишь в семье, женщина тоже домолчит? Знаете, на венчании обычно так же читается послание апостола Павла, в котором говорится о том, что жена боится своего мужа. Но боится мужа... Боязнь, наверное, не физическая. Ну, наверное, да. Нет, конечно, если муж тиран, то, наверное, она его и так будет бояться. А о чем апостол Павел говорит здесь? Он говорит о том, чтобы она боялась его обидеть чем-то, чтобы не была разрушена любовь, не было разрушено единство. И вот если женщина действительно будет бояться мужа оскорбить чем-то, обидеть, то вот этого и вполне достаточно. Такой муж, видя смирение и кротость своей жены, он вряд ли тоже будет совершать какие-то поступки не очень хорошие, которые будут приводить к тому, чтобы жена его боялась. Вот именно в таком смысле, как мы боимся, например, хулиганов, или людей в нетрезвом состоянии, неадекватных людей психически. У нас и нет боязни, получается. Да, людей неадекватных. И поэтому, конечно, в этом смысле, я думаю, что боязнь именно того, что, прежде всего, обидеть и огорчить мужа чем-то. Угу. Батюшка, а почему все же в семье есть разграничения? Почему обязанности мужа и жены, они разные? Вы знаете, иерархия есть везде. Иерархия есть в церкви, даже в церкви небесной есть иерархия. Мы знаем, что ангелы, архангелы, престола, власти, силы, начала тоже есть даже в ангельском мире иерархия. И это установление Божие. Есть иерархия в церкви, есть иерархия в семье. Дело в том, что человек так устроен, что он должен всегда знать свое определенное место. Если Господь поставил тебя руководить кем-то или чем-то, то ты должен и понимать, какую ответственность ты несешь за это. Если же тебе доверено и положено подчиняться, то и в подчинении, если человек действительно со смирением это принимает, то он принесет больше пользы, если бы он пытался каким-то образом этому противиться. Так же и в семье. Господь сначала создал Адама, и уже из некой глубинной части, из ребра, Адама создал Еву и привел ее к Адаму. И сказал, что жена находится в подчинении мужа, ибо от мужа она взята была, и она является помощницей. И на самом деле это действительно так. Когда женщина понимает, что она помощница, она от этого тоже получает великую радость, потому что у нее достаточно много обязанностей, прежде всего, конечно, по рождению, воспитанию ребенка, по поддержанию порядка в доме, и вот созданию того уюта, который позволяет семье быть вот такой целостной, и позволяет именно любви пребывать в семье. И в этом нет ничего странного. Мы видим, что в природе тоже есть определенная иерархия, и тоже сказано, что и звезда от звезды различается. Одна функция у Солнца, другая функция у Луны, третья у звезды. В любом обществе, если мы посмотрим, порядок, процветание и какой-то рост есть там, где есть четкая иерархия. Как только иерархия нарушается, когда двое или трое претендуют на место руководителя, на место правителя, то там начинаются нестроения. Так же и в семье. Если женщина попытается взять верх, взять главенство, конечно, мудрый муж, наверное, устроит так, чтобы этого не было. Но иногда бывает так, что действительно это случается, и мы видим, к сожалению, часто такие семьи затем распадаются. Поэтому опыт уже нескольких тысячелетий показывает непреложность заповедей Божьих и тех пожеланий, которые мы с вами видим как в Священном Писании, так и в Священном Предании Церкви. Батюшка, ну вот не все, может быть, женщины понимают свое место в семье, в жизни, в обществе. Как вот им все же это объяснить и привить? Вы знаете, у нас в социальной концепции Церкви, в основах социальной концепции Церкви, как раз вот был дан ответ на этот вопрос. И часто меня спрашивают, а может ли женщина, например, быть православная женщина, христианка, может ли быть, например, руководителем крупного предприятия или даже возглавлять государство, быть руководителем страны. Вы знаете, может, но при соблюдении определенных условий, если при этом не страдает семья, если ее муж доволен тем, что жена выполняет какие-то общественные или руководящие функции, если дети не оказываются заброшенными в силу, может быть, большей занятости мамы. То есть если женщина все успевает, пожалуйста, она может быть в общественной жизни кем угодно. Но, к сожалению, часто бывает так, что, идя по ступенькам карьерной лестницы, женщина все меньше и меньше времени уделяет семье. Это естественно, потому что в сутках всего 24 часа. И вот если страдает семья, страдает ее муж, дети, то, наверное, действительно не полезно ни для нее, ни для ее семьи вот такое какое-то главенство или руководство. Ну, хорошо, женщина, например, не занимает какие-то, может быть, высокие должности, обычная среднестатистическая женщина, но в то же время, может быть, она верующая, а муж неверующий. И у них в связи с этим возникают разногласия. Как вот их преодолеть? Конечно же, мы также читаем у апостола Павла, что неверующий муж освящается верующей женой. Освящается тогда, когда женщина действительно очень мудро подходит к вопросу веры в семье. Но, к сожалению, так бывает нечасто. Когда человек приходит к вере, ему хочется, чтобы все вокруг также были такими же верующими, чтобы они увидели Христа в своей жизни, читая Евангелие, бывая на богослужении, особенно участвуя в таинствах церковных, действительно человек соприкасается со святыней. И эта святыня его настолько порой окрыляет, что он хочет этим поделиться со всеми. И, конечно же, с самыми близкими. Но, к сожалению, иногда бывает так, что близкие не готовы воспринять это. И вот здесь, если совершить ошибку, как-то, может быть, очень напористо действовать, не обдуманно действовать, то здесь можно действительно привести ситуацию к какому-то не очень хорошему концу. Наверное, мы должны помнить в этом случае о том, что смирение и терпение – это вот те добродетели, против которых не может устоять лукавый. И они как раз позволяют показать всю красоту именно христианского принципа устроения жизни. Я знаю пример, когда одна девушка, верующая, церковная, вышла замуж за молодого человека, который, как она сама говорила, был очень хороший, очень добрый, но он был, считал себя неверующим даже. Они поженились, и в первый год особенно было тяжело, потому что, для девушки, потому что она хочет помолиться вечером или утром, а он ей говорит, ну, зачем ты тратишь время? Давай мы что-нибудь другое лучше сделаем. Конечно, для нее это было очень тяжело. И так прошло несколько лет. Она никогда не спорила с ним. Иногда даже, конечно, она плакала, потому что ей было очень внутренне тяжело и больно. Но она смирялась и молилась о том, чтобы Господь привел ее супруга к вере. Вот прошло около семи лет. Она всегда в воскресенье старалась пойти на раннюю литургию, чтобы вернуться к тому моменту, когда муж обычно просыпался, и чтобы они могли вместе позавтракать и дальше уже строить свой день. И вот в один из воскресных дней ее разбудил муж. Он встал еще раньше, чем вставала она и сказал, ну что, пойдем в храм. Господь услышал ее молитвы, и он открыл сердце ее супруга, и он поцерковился и стал глубоко верующим человеком. Это, опять же, наверное, из апостольского послания, жена до боица мужа. Если действительно женщина правильно поняла вот эти слова апостола, то так оно и получилось. Совершенно верно. Со смирением, скройтостью Господь увидел то, что нет ничего плохого в том, что его жена верующая ходит в храм. В то же время, опять же, наверное, не было какого-то эгоизма, то, что вот я пошла в храм, а я прощусь, либо еще что-то, значит, а вы тут горите синим пламенем, как говорится. Но она ждала 7 лет. Это показатель. Батюшка, как найти золотую середину, чтобы в семье не было, может быть, какого-то там первенства, соперничества, чтобы просто супруги жили действительно вот хорошей православной традицией. Вы знаете, ну, наверное, все семьи к этому стремятся, потому что не бывает всегда так вот четко, что муж глава семьи. Я знаю семьи, даже священнические семьи, где фактически глава семьи женщина. Но муж, священник, у которого очень много забот по храму, он настолько мудро и иногда с терпением вот ко всему относится, что в семье не бывает конфликтов. Хотя женщина, она прекрасно понимает, матушка, что она часто бывает неправа, когда пытается что-то взять в свои руки и принять какое-то важное решение. И когда она видит, что это решение ошибочное, тогда, конечно, она раскаивается и пытается опять стать послушной мужу. Но здесь очень важно, конечно, и мужу проявлять мудрость, чтобы не было, чтобы вот такое, ну, главенство, так скажем, супруги не привело к разладу. Наверное, здесь тоже иногда через смирение и терпение Господь может показать терпение и смирение мужу, конечно же. Господь может показать женщине, что она, в данном случае, неправа. Ну, это не секрет, что воспитание детей ложится, в первую очередь, все же на плечи женщины. Каков здесь главный принцип воспитания детей, чтобы детей вырастить действительно достойными сынами нашего Отечества? Как земного, так и небесного. Наверное, очень важно здесь не только пытаться дать образование детям, хотя это, конечно, очень важно, но примером именно собственным, примером в том числе и послушания мужу, научить детей вот тем христианским добродетелям, без которых очень сложно человеку достичь спасения. И в данном случае часто бывает так, особенно в многодетных семьях, когда женщина не может работать на какой-то работе, она полностью занята домашним хозяйством, очень часто мужья вынуждены работать, наверное, по 12 часов в день, чтобы просто прокормить такую семью. И, вы знаете, интересно бывает, когда уже дети подрастают, и их спрашивают, ну а вот кто больше занимался воспитанием в семье? Они говорят, ну родители вместе нас воспитывали. Ну а как же папа-то в основном работал? Ну вот он, говорит, и через это показал нам, что нам тоже нужно трудиться. То есть если дети видят пример, может быть, отца они видят и редко, только выходные или поздно вечером, но если они видят, что он трудится на благо семьи, то это тоже воспитание. И нельзя сказать, что только женщина в данном случае занимается воспитанием. Хотя, конечно, вот именно та часть, связанная и с учебой, и с подготовкой к праздникам, и еще с чем. Конечно, она ложится больше на плечи женщины. Физически, конечно, они в этом плане устают намного больше. Боречка, у нас есть новый звонок. Сургут, на связи. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Слушаем вас. Это с воскресе. Воистину воскресе. У меня вопрос состоит в том, что я вот тоже хожу в храм, а муж у меня неверующий. Но дело в том, что мы с ним уже более 30 лет вместе прожили. Как бы все вот эти страсти уже давным-давно ушли, и мы с ним вдвоем живем вот в одной квартире. У него, в общем-то, получается такая жизнь, где он приходит с работы ложиться и лежит, поужина и лежит. А мне как смиряться? Дома чисто, обрана мы вдвоем. И вроде бы как бы и нечем заняться. Это получается смиряться, это вот-вот просто сидеть дома. Вот скажите, пожалуйста, как быть? Спасибо. Вы знаете, действительно, наверное, очень тяжело, когда нет понимания в каких-то таких очень важных вопросах, в том числе в вопросах веры. Ну, здесь не просто, наверное, смиряться, а может быть, поговорить со священником, который служит в храме близлежащем, которого вы, может быть, знаете. И, может быть, батюшка посоветует вам, что именно почитать. Именно почитать за мужа. Я знаю, что многие женщины читают Акафист Пресвятой Богородицы, самая распространенная, избранная воеводия победительная. Кто-то читает Псалтырь, кто-то читает Евангелие. Так и говорят, мы одну главу за себя прочитали, а одну главу за мужа. Потому что муж не читает Евангелие. Вы знаете, вот если вы бы взяли какой-то молитвенный такой вот подвиг, можем так сказать, и действительно молились бы за супругу, чтобы Господь открыл ему истину, открыл ему веру, то тогда, конечно, через какое-то время есть надежда, что так и случится, и ваш муж заинтересуется не только диваном, телевизором, футболом, но и тем, что вас будет объединять. Поэтому я думаю, что очень хорошо было бы вам, если вы являетесь прихожанкой какого-то храма, может быть, у вас есть духовник, именно с ним посоветоваться, какое молитвенное правило вам взять за своего мужа. Батюшка, ну из семьи хотелось бы опять перейти в храм. Вот есть труды женщин как раз вот именно на церковной Ниве, где есть примеры, когда матушки восстанавливают монастырь из руин, когда женщины-прапорщицы в частях возводят храмы и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, взять советский период, когда женщины, по сути, спасли нашу церковь, бабушки в белых платочках только, наверное, в храмы ходили и водили своих внуков. Таким образом, вера православная, она сохранилась и передалась из поколения в поколение. Вот, хотелось бы все же как-то поподробнее от вас услышать, какие же еще могут быть труды, вот конкретные примеры, значит, женские труды на Ниве церковного делания. Вы знаете, здесь, наверное, перечислить-то все очень сложно, потому что каждому человеку Господь дает какой-то талант или таланты, и каждый человек вот за свою жизнь, наверное, и должен как раз увидеть и раскрыть те таланты, которые именно ему дал Господь. Действительно, есть женщины-строители, у которых это получается не хуже, чем у мужчин. есть женщины, что касается именно церковной жизни, много женщин регентует в храмах, то есть управляет церковным хором, а это, нужно сказать, достаточно очень серьезное и ответственное послушание, потому что церковное пение, оно имеет свои особенности в отличие от какого-то другого пения, которое предполагает достаточно много знаний и в области церковных глазов, и знания церковнославянского языка, и знания устава церковной службы, и во многих храмах регентуют именно женщины. Кроме того, как я уже говорил, если женский монастырь, если мы с вами приедем, например, в Свято-Троице Серафима-Дивеевский монастырь, мы увидим, действительно, сколько трудов вложено и по украшению самого храма, и по украшению близлежащей территории. И просто даже, если мы зайдем в трапезную, увидим, с какой любовью матушки готовят совсем вроде бы простую еду, пищу для паломников. И вот в этом как раз и заключается вся красота служения женщины, когда с молитвой, с любовью выполнять порой самую простую работу, иногда даже черную работу. Вот. Но даже подметать пол или мыть пол в храме можно с таким тихим пением, молитвы или еще что-то. И, конечно же, вот в этом и получается вот та радость, которая нас приближает к Господу. Ну, это опять же, наверное, продолжает разговор. Вот у нас на столе вот такой вот замечательный, красивый кулич. Опять же, это дар от Олгского женского монастыря. То есть, сестрички потрудились и не только у нас сон на столе в студии сейчас стоит, но и во многих, наверное, семьях как раз вот такие вот прекрасные куличи на пасхальном столе были. То есть, опять же, вот, пожалуйста, труды. Конечно. Женщины его украсить вот так. И человек смотрит и радуется, улыбается. И вкусный, наверное, он тоже. Наверное. Батюшка, у нас времени уже совсем немножко остается. Возвращаясь к храму Жен Мироносица, который вы как раз возглавляете, будет особое празднование будут женщины особо чествоваться в этот день. И вот есть такая традиция, вот именно в день Жен Мироносица поздравлять женщин, это считается такой православный женский день, а не 8 марта. Соответственно, хотел спросить, вот как вот вы своих женщин в этот день отметите? Уже третий год подряд мы будем проводить праздник. Даже когда у нас не было храма, мы все равно в этот день всегда собирались, на месте строительства будущего храма. И в этом году также будет совершаться божественная литургия. А по окончании у нас силами нашего молодежного клуба «Скимин» готовится спектакль, посвященный как раз святым Женам Мироносица. «Симоносица». Ну, и еще у нас есть один сюрприз, который мы готовим для наших женщин. Поэтому я раскрывать, пока вы не будете. Раскрывать, пока не буду. Я хочу пригласить всех желающих в предстоящее воскресенье 26 апреля в наш храм на престольный праздник. Как добраться? Добраться можно от метро Братиславской, автобусы 10 и 112, также есть от метро Люблину, от метро Марьино, но ближе всего от метро Братиславской. После поздней литургии, начинается она в 9.30 утра, приблизительно в 11.30, как раз на площадке перед храмом мы готовим спектакль. Также будет праздничное угощение, ну и небольшой сюрприз. Хорошо, Ватюшка, спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию, рассказали и о роли женщины, и в церкви, и в семье. И в завершении прошу благословить наших телезрителей. Я бы хотел всех поздравить с наступающим светлым днем, днем памяти святых жен Мироносец, поздравить, конечно, прежде всего женщин, потому что и не только в храме, но и в семье действительно очень много трудов ложится на ваши плечи. Хочется пожелать вам, чтобы вы старались с радостью совершать послужение, которое верено вам Господом. И если мы будем за все благодарить Бога, если мы будем стараться с радостью принимать каждый момент жизни, то тогда эта радость в нашем сердце будет, наверное, такой же, как и у преподобного Серафима Саровского, который каждого в течение всего года, каждого человека, приходящего к нему, встречал пасхальными словами Христос Воскресе. Поэтому хочется пожелать, чтобы эта радость всегда была с вами, и даже в какие-то сложные моменты, когда может быть сложно и тяжело, когда мы будем вспоминать о святых женах Мироносица, которым тоже порой было нелегко, и будем вспоминать их подвиг, то тогда действительно у нас будет на сердце радостно. С вступающим вас праздником да пошлет Господь вам силы, крепости и побольше радости. Христос Воскресе. Во истинном Воскресе. Спасибо, батюшка. Ну и нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма в честь святых жен Мироносиц Марина и Ирей Михаил Сергеев. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok